Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Ольга Алексеева. Сегодня мы поговорим о том, как сейчас работает бизнес в Чувашии и с какими трудностями сталкивается. Что нужно делать и куда обратиться, если вы решили открыть свой бизнес, а также хотите сократить расходы на бухгалтерию? Об этом нам расскажет Денис Иванов, управляющий бухгалтерской компанией «Фонд Пласт». Денис Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! В период пандемии некоторым предприятиям нашего региона пришлось закрыться. Насколько я знаю, ваша компания ведет бухгалтерский учет и регистрирует организации. Поделитесь, какая сейчас ситуация? Да, действительно, в период режима самоизоляции многие ИП и ООО прекратили свою работу и вообще прекратили деятельность в целом. После уже снятия режима самоизоляции и после снятия всех ограничений мы запустили акцию поддержки предпринимателей. Мы проводим консультации желающим открыть бизнес. Мы помогаем выбрать систему налогоблажения, мы помогаем выбрать форму собственности будущим предпринимателям, готовим документы и подаем на регистрацию ИП или ООО. По числу обратившихся могу сделать вывод, что малый бизнес оживает и на место разорившихся компаний приходят новые. Получается, что после снятия ограничений люди стали заниматься частным бизнесом? С чем это связано? Да, больше всего поступает в заявок на открытие ИП. Это связано опять же с налогом на персональную деятельность, совмещение ИП и НПД. Кроме этого, стимулом служили субсидии и госпрограммы от государства. Это и от центра занятости населения в рамках госпрограммы, помощь начинающим предпринимателям. Немалую долю составляют и те, кто решился на открытие своего бизнеса, выходящего за рамки самозанятости и социального предпринимательства. А как понять, пришло ли время для создания своего бизнеса? Ну, тут успех нового дела зависит от внутренней готовности. То есть тут такие моменты, как бизнес-идея, ниша вашего бизнеса на рынке, продвижение продукта и, конечно же, детальные расчеты в бизнес-плане. Открыть свое дело сегодня очень просто. Через портал госслуг, на сайте налоговой с помощью сервиса регистрации роли СИП, через МФЦ, обратиться личным заявлением налоговым или доверить регистрацию профильной компании. Вот такой, как ваша, например, да? Да. Что нужно, как обратиться к вам, что нужно сделать, чтобы вы помогли открыть свой бизнес? К нам достаточно просто записаться на консультацию по бизнесу, по налогам и бухгалтерскому учету. Позвонить по телефону компании или написать нам в любую из социальных сетей. Мы обговорим удобное время для встречи в нашем офисе. Поможем выбрать форму собственности, систему налогообложения. Подготовим и отправим документы в регистрирующие органы. Из-за чего закрывается большинство компаний? Что вы можете посоветовать? Решение закрыть бизнес приходит, когда он становится убыточным. Дальнейшее цель его содержания нецелесообразна. И, конечно, высокая налоговая нагрузка играет не последнюю роль. Поэтому вопрос грамотного налогопланирования, учета и мер по оптимизации в нашей компании «Фонпласт» мы берем не только на себя решение бухгалтерских вопросов, но и помогаем платить меньше налогов. То есть мы оптимизируемся, проводим оптимизацию, используя законные и эффективные методы налоговой оптимизации. Денис Владимирович, ваша компания в этом году исполнила 7 лет. Красивая такая цифра. Я знаю, что судя по тому, что успели рассказать, многое уже успели вы сделать. Какие планы на будущее? Ну, наши планы на будущее один из таких грандиозных. Мы уже давно вышли за пределы Чуварской республики. Мы работаем от Калининграда до Хабаровска на сегодняшний день и от Санкт-Петербурга до города Сочи. Вот это вся наша клиентская база. И мы хотим просто расширяться, входить в новые регионы. Довольно интересно всегда связываться с сотрудниками тех же самых налоговых на местах, сравнивать, как работают там, как работают здесь. Наша основная цель – это не сделать так, чтобы мы все меньше заплатили. Мы просто говорим о том, что есть законные методы, когда вы можете сэкономить и потратить эти деньги не только… С пользой. Да, потратить деньги, в первую очередь, с пользой. Мы расширяем географию оптимизации налогового обложения. Мы расширяем географию бухгалтерского обслуживания. Да, мы теперь выходим на новый рынок. Это открывается новое направление по юридическим вопросам. Это IT-юрист. И здесь мы тоже начинаем выходить на эту нишу. Это новая ниша, это интересная ниша. И впоследствии, я думаю, будет интересна всем. То есть не только бухгалтерские, еще и юридические услуги будете оказывать? Да, да. У нас есть, считайте, юристы. И вот мы выявили, что эта ниша нужна. Она пока никем, ничем не занята. Это новое направление, которое надо развивать. То есть вы ведете бухгалтерию целиком, да, я так понимаю? Мы ведем комплексно. Не только помогаете оформить, но еще продолжаете вести бухгалтерию. Да, то есть у нас момент полностью. От момента открытия до момента закрытия. То есть составляете всем налоговую, пенсионную, сострах, все отчеты вы сами составили. Ведете бухгалтерию полностью. Все составляем, да. То есть если есть у нашего клиента возможность где-то что-то, ну, допустим, на законах основной понизить, да, или есть у него какая-то субсидия в период пандемии, мы подавали заявки по ТКС. То есть всю работу делали за своего клиента, скажем так. Бывало так, что тот потом приходит и говорит, ну, я подходил, подавал заявки, а мне отказ. Почему? Потому что мы уже подали. Все уже сделали. Да, мы уже все сделали. Мы не ждем, когда человек подумает и еще что-то. Мы ведем переписку с налоговой. То есть такой момент, что мы сами, ну, то есть если мы отправили по ТКС, как говорят сотрудники ФНС на местах, да, вот, мы отправили какие-то документы по ТКС, нам приходит ответ, что им что-то неясно, разъясните. Вот всю эту переписку ведем мы. Клиент, у клиента только спрашиваем пояснению. Ну, слушай, ну, так получилось, что ты нам прислал документы. Вот она такую сама, там нам налоговая прислала, ух, какая сумма. Вот, только в этом случае. То есть какую-то пояснительную, разнесительную и просто уточнять информацию, скажем так, а всю работу делайте сами. Да, главное, чтобы наш клиент не отвлекался. У него есть основных своих дел. Да, у него есть основное дело, у него там есть продажи или еще что-то. Здесь мы это полностью забираем на себя и все ведем сами. Обращаясь к тем, кто много думает, открыть, не открыть, быть или не быть, приходите на консультацию, проконсультируйтесь, получите на все свои вопросы ответы. Поэтому я призываю, приходите, открывайтесь, пробуйте. Тем более, что если вы откроете ИП или самозанятые, то тут нет ничего страшного. У вас будет уже на что ориентироваться. Уже будут какие-то примеры того, что делать не надо. А как надо. Вот. Пока не попробуйте, вы не решитесь. И не поймете. Что ж, спасибо, Денис Владимирович, за полезную информацию. Еще раз поздравляю вас с тем, что вашей компании 7 лет. И вам успехов и удачи в будущем. Спасибо. А я напоминаю, что в нашей студии был Денис Иванов, управляющий бухгалтерской компанией Фонд Пласт. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok